Изделия из бумаги постоянно используются нами в повседневной жизни. Газеты, журналы, книги, школьные тетради, обои, одноразовые стаканчики и многое другое мы используем постоянно. А когда они отслужат, просто выбрасываем, не задаваясь вопросом о рациональности поступка. День без бумаги – повод задуматься о том, какой вред мы наносим экологии. За последние 20 лет человечество на 26% увеличило потребление бумаги. При этом потребовалось вырубить свыше 100 миллионов деревьев. Производство бумаги из целлюлозы – это достаточно грязное производство, это менее экологичное и ресурсно-затратное производство. Производство бумаги из вторичного сырья экономит ресурсы и поэтому является более экологичным. По сравнению с переработкой древесины, переработка тонны макулатуры позволяет сэкономить 20 тысяч литров воды, одну тысячу киловатт электроэнергии и предотвратить выброс в атмосферу 1,7 килограммов углекислого газа. Акция сбора старой ненужной бумаги сегодня проводится повсеместно, в том числе и в учебных заведениях. В этом году углу присоединился к всероссийской акции «Неделя без бумаги», которая проводится в основной некоммерческой организации «Меняющий мир». И в рамках недели мы предусмотрели два типа активностей – офлайн и онлайн. Офлайн как раз первая активность уже вчера прошла – это сбор макулатуры. В течение недели также пройдут еще три активности для школьников и для студентов. Акция наша достаточно успешна. Мы уже два года занимаемся очень активным сбором макулатуры. Где-то каждые 2-3 месяца у нас происходят акции. В этой акции задействованы все отделы и кафедры университета и неравнодушные студенты, которые хотят также поучаствовать и внести свой вклад в сохранение нашей окружающей среды. Кроме того, помимо акции «Неделя без бумаги» проходит еще ряд мероприятий. На эту тему сейчас идет «Бумбатл» от Всероссийского экологического движения «Экосистема». Акция «Бумбатл» – это возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, это еще и соревнования по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Мы, во-первых, тем самым экономим очень много деревьев. Во-вторых, мы очищаем нашу окружающую среду тем самым. Перерабатываем, в принципе, довольно большое количество макулатуры. Мы занимаемся сбором вторсырья, то есть макулатуры. Картон, белая бумага, книги, журналы. Собираем их, запрессовываем и отправляем на картонно-бумажное предприятие. Что можно получить из собранной макулатуры? Это снова производится также бумага, картон, гофрокартон, эковата в качестве утеплителя, бумажные стаканчики, бумажные салфетки, туалетная бумага. То есть все то, что необходимо при нашей жизнедеятельности. Принять участие в акции BoomBattle и помочь экологии может каждый желающий. Для этого достаточно перейти по QR-коду на экране или найти сайт акции в интернете. Там высветится карта, где нужно найти свой город и ближайший к вам пункт приема бумаги. После сбора макулатуры ее придадут в центр переработки или на специальный завод. Валерия Апоносова, Ольга Баева. Новости на телеканале ЮТВ. Новости на телеканале ЮТВ.